Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по Вебройзе. Трээээ, а мне семечек, а мне... Ребятушечки, всем здравствуйте, с вами расхититель помойки. Я порядком уже понял все, мне надо знаете чего? Мне надо с Димочкой идти к определенной цели, мы хотим на помойке. В срочном порядке заработать 100 тысяч рублей на продаже находок с помойки. И 100 тысяч рублей мы хотим заработать как можно быстрее, все потому что нам нужен транспорт для того, чтобы расхищать кормилицы. Ведь на носу зима, а зимой на самокатике как бы будет напряжно ездить, поэтому в Ребятушечки. В следующей серии видосов с кормилец мы будем продавать находки и идти к цели в 100 тысяч рублей. Будьте с нами, ставьте лайк обязательно и рассказывайте друзьям про то, как обычные парни хотят подняться на кормилице и заработать 100 тысяч рублей как можно скорее у Ребятушки. Все продажи, какие будут по находкам, будем показывать в конце видео. Также, когда будем находить находки, будем в верхнем каком-то углу показывать наш банк. Пока что у нас банк это 0 рублей, но ничего, мы сейчас на помоечке за полдня быстро эту сумму поднакопим и заработаем сегодня. Хоть что-то на кормилицах точно у Ребятки, поэтому первая кормилица вот она здесь. Тут голубёки все летают, что-то видно цикл жизни у них. Вот один вот старый голубёк, а эти уже помоложе эти. Вот тут вообще хлеб оседлал. Я тоже хочу оседлать вот эту кормилицу и взять здесь всё, что можно продать мне на этой кормилице. Вот лапоть сорокового размера, такой никто не купит, да и он ещё кусок кто-то отгрыз от него. Так что у нас вещевидные кормилицы, вот всякие локацаки или инстрит бренд. Так, тут голяк, тут в принципе тоже ничего нет. Так, а что в этой сумке? Давайте откроем её. Воу, вот так повезло? Это же удивительный мир игры номер один, по мнению пользователей Твиттер и Реддит. Genshin Impact. Что ж, моя сегодняшняя находка это отличный повод поделиться с вами новостями любимой приключенческой игры с открытым свободным миром, где можно самому предрешить свою судьбу, собирая ресурсы, занимаясь строительством, бегая, прыгая, летая и управляя стихиями. Более 60 миллионов игроков насчитывается по всему миру, и более пятой части российской молодёжи сейчас живёт в Тайвате, в Genshin Impact. Главная фишка Genshin Impact в том, что это игра, которая никогда не даёт заскучать, так как к вам присоединяется множество очаровательных персонажей, истории которых вы сможете послушать, а взамен они составят вам компанию. Независимо от того, будет ли ваше путешествие полным волнения или покоя. И совсем недавно разработчики наконец-то релизнули новую версию 3.2. В обновлении в игру добавили нового крутого босса и новых персонажей, таких как пятизвёздочная Нахида и фантастическая вечерняя звезда Лайла. Теперь погружение в игровой мир стало ещё более захватывающим. Игра доступна на iOS, Android, ПК и консолях PS, так что тебе незачем ждать. Не забудь использовать бонусный код на экране, чтобы получить ускоренный старт в игре. И сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании, чтобы присоединиться к потрясающему игровому сообществу и познать Тайват в Genshin Impact вместе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит у ребятушечки? И начнём мы наше видео с загородных кормилец. Перцовый болот достань. Зачем? Потому что вот там вот собаки дальше будут кипать. Да ничего страшного, я отобьюсь. В общем, ребятушечки, начинаем наш поход с загородных кормилец. Очень хочется мне уже найти топовых находок и заработать по максимуму сегодня. Дрель. Патрон от дрели, ой-ой-ой, ну это пойдёт на барахолочку, неплохой товар. Ну это рублей за 50 можно будет продать. А обувь? О, ботинки, смотри, центра. Армейские сапоги кирзовые, они дорого стоят. Кстати, топчик. Тут даже это, вбитые гвозди в подошву. Обалдеть. Вот, 500 рублей кожаные кирзовые сапоги военные. О, подушка для головы новая. Уги целые, кстати, тоже на продажу. Ты велик-то убери с дороги, Дим. Найки, шлёпки, бутсы юзанные. Фу, тут так дохляком завоняло. Короче, ребят, вот уже на первой загородной помойке мы заработали, ну, рублей 500 точно. Набиваем сумку товарами из помоечки. Проверим остальные баки и поедем дальше. Я так хочу уже поскорее денег заработать. Я хочу выжить максимум из сегодняшнего дня. Надеюсь, помойки будут сегодня радовать. Электровелик топчик вообще, аппарат для кормилец. Помойки расхищать на нём одно удовольствие. Хота заработать побольше денег, ребятушечки, блин. И поскорее прийти уже к своей цели. О, сразу. Эльсел Лоран сумка. А ты чё делаешь? Он в той помойке Ройсе. Тут у меня вынос хат, и я его нашёл. Ква лейзер. Эльсел Лоран сумочка. Слышь, может, даже оригинальная. Эльсел Лоран. Ну, как будто кожаная реально. И внутри всякие маски вот от коронавируса. Похоже на оригинальную сумку, ребят. Похоже, что оригинал. Качество топ. Походу, ещё и кожа. Дима это выстоит на Авито и продаст. Вот. Так тут вот болт. Вот изи вкрутить его. Вот эту штучку надо прикрутить, ребят. Вот и всё. Ребят, вы посмотрите, какие тут шикарные дома. Где эти помойки. Я просто в шоке. Это целый дворец. Резиденция. Вот справа дом. Вы посмотрите, какая домина. И какая возле дома стоит тачка. Это же топовый Мустанг, как с НФС Мус Вантед. Обалдеть. Домина какая. А вот эта домина. Офигеть. Да это просто жесть. Домина просто шикарная. Какая она крутая. Там навес везде с этими... Со стёклами. Обалдеть. Вот домина. Вы посмотрите, сколько она стоит. Капец. Сколько там квадратов. Там, наверное, квадратов 700. Куритая кормилица. Кстати, она одна из неплохих на районе. Частенько радует. О! Вы нас хаты! Какие-то шмотки. Платья. Не, ну это такое тоже на рынке могут купить. Там по дешёвке, правда, вот такие платья. Короче, берём. Пофиг. О! Коробочка. Нифига себе, она тяжёлая. Ребят, походу тут что-то есть. Redmi Note 8. Может, это просто документация тяжёлая. О! Обалдеть! Телефон, блин, битый. И тут битый. Ну ничего. Обалдеть, топовая находка, ребят. Да такой на запчасти даже продать можно будет. За тысячи две. Спокойно. Может, даже за три тысячи на запчасти зацени. Телефон. Ещё и с коробкой, прикинь. Вот тут тоже что-то есть. Redmi. А, чехол силиконовый. Обалдеть, новый. Скрепка. Так его можно будет починить. У тебя как раз, Илюх, телефона нет нормального. Ты с чем сейчас ходишь? А, с пятым айфоном. Но он уже устарел. Вот этот-то покруче будет. Обалдеть. Нереально помойка как чувствует. Но я не знаю, рентабельно ли будет его чинить. Не, ну в принципе, это вообще топовая находка. Несмотря даже на то, что он битый. Экран купить, поменять. Крышку вот эту заднюю. Ну хз. Рабочий он будет? Нет. Он не включается, короче. Может, севший. Короче, забираем. Обалдеть. Он еще из коробки. А ну. Redmi Note 8 Blue. 4 гигабайта RAM. 64 гигабайта встроенной памяти. Стоит он на Авито в нормальном состоянии. Вот столько. Но у нас он в состоянии критическом. Его только на запчасти можно продать. Я не знаю. Может, я куплю на него экраны, заднюю крышку. И как бы перепродам подороже. Но пока считаем его по цене запчастей. Это примерно вот 2000 рублей. Но если купить экраны, вот это все. Если это будет рентабельно. И на этом получится заработать. То можно заработать примерно 3-4 даже тысячи рублей, наверное. Вот тут закрытая кормилица. Есть тут чего? Нифига себе, какая коровка. А, это коровка-рюкзак. Так это купят за 50 рублей. Она целая абсолютно. 50 рублей в копилочку. О! Слышь, прикинь, робот-пылесос. Обалдеть. Так он еще и в комплекте с док-станцией, с зарядкой и вот с какой-то штукой, вот щеткой. А что за? Тефаль Эксплорер серия 40. Нифига, прикинь, он даже вот запикал что-то. Может, он даже будет работать. А ну, он целый, в принципе. Колеса на месте. О! Ха-ха-ха! Прикинь! А, он севший, наверное. Обалдеть! Тупо рабочий робот-пылесос выкинули. Ребят, не знаю, что с ним. Может, он севший? Он весь поцарапанный, но он рабочий. Но я не знаю, за сколько мы его продадим. Я даже не могу сказать, сколько он стоит. Сейчас, ребят, загуглю, сколько он стоит. Чтобы понять, сколько мы в копилочку денег добавляем. Так, смотрим. Робот-пылесос, Тефаль Эксплорер 40. А вот тоже. Вот 7500, 5500, 10 тысяч вообще. 7800. Обалдеть! То есть, грубо говоря, мы нашли сейчас 7000 рублей. Вот. Вот это 7000 рублей, ребят. Тупо 8. Ну, короче, примерно 1000 за 7 мы его сможем продать, получается. Если тут вот и за 10 продают. Ребятушечки? Многие меня спрашивают, кого я смотрю на ютубе. Но все вы знаете, что блогеров с контентом про то, как можно зарабатывать на помойках, очень мало. Но есть один канал, который я смотрю и залипаю постоянно. Этот канал называется Мусорщик. Он снимает видосы про находки на самой крупной свалке Белоруссии. Ребят, я таких свалок ника в жизни не видел. Там такие виды шикарные, столько птиц, такие горы мусора, там столько находок. Это капец. Снимает про людей, которые живут возле этой свалки в лесу. На свалке работают, а прямо рядом с ней живут. Это очень дико. Также он торгует находками на барахолке и даже имеет свои мусоровозы. Ребят, ему 30 лет. У него уже свои мусоровозы. Я просто в шоке. В общем, ссылочка на его канал, ребятки, в описании. Всем советую подписаться, потому что контент у него очень интересный, очень эксклюзивный. Была бы у меня такая свалка под боком. Я бы рылся в ней и прыгал бы щучкой туда и не вылазил бы. Ребятки. Подъехали к очередной кормилице и давайте ее осмотрим. Будет ли здесь чем поживиться? Ой-ой-ой. Прикинь, Илюх. Классика помоечная. Витек, ребятки. Так ему цена рублей 400. Нифига себе какой дробовичок. Прям с пакетом забираю. Нифига себе. Это и гручешный? Ребят, металлический пистолет тяжелый. Обалдеть. Ну, это и гручешный, ну, типа... Да, на пульках. Обычные на пульках детские. Но он тяжеленный. Это Глок. Он поломанный. Внутри вот эта вот штука поломана. Но он как настоящий. Смотрите, он алюминиевый. Толстый какой. Капец тяжелый. Тяжелый. Вот этот пистолет даже тяжелее вот этого. Хотя этот больше. О, этот вообще работает. Только внутри кончик поломанный. Вот эти два пистолета на барахолке купят рублей за 100. Потому что они поломанные. Но вот этот я бы даже себе оставил так чисто по приколу. Потому что он капец тяжелый. Как настоящий. Вот еще дробовик. О, так он рабочий. Да, он рабочий. Вот сюда пулька сверху засыпается. Заряжается. И стреляет. Ну, вот этот дробовик можно рублей за 100 будет тоже продать. О, футбольный мячик какой-то дырявый. Что у нас тут в формилице? Бутылка пива? Карачаевская? Это с магазина, что ли? Я не знаю, походу. Смотри, мясо. Гуарана какая-то. Напиток это энергетический. Так оно еще заграничное какое-то. Не, ну Илюхе повезло. Целая бутылка пива запечатанного. Обалдел, что он любит вот это дело. А я вам не советую вот это употреблять. Так, я пойду вторую лутать. Нифига тут обуви сколько. 36 размер рабочие ботинки. Бренд Скенда. Вот здесь вот эти носки усиленные. Обалдеть. Так они вообще в отличном состоянии. Такие рабочие ботинки, ну рубля 2,5 стоят. Их спокойно можно продать за 500 рублей. Плюс 500 рублей в копилочку. Они абсолютно целые. Пицца? Это ты будешь кушать? Там даже соус есть. Ну попробуй. О, нифига себе. Умбра. Обалдеть, какая куртка топовая. А, нифига, сигара, ребят. Это другая сигара. Ребят, габанская сигара вот тут лежала. С учетом того, что мне эта куртка очень нравится, я ее заберу. Я ее отстираю. И буду носить. Потому что эта куртка очень стильная, ребят. Я люблю вот такие вещи. Да и даже зимой по помойкам в ней ездить будет круто. Правда вот она в пятнах каких-то. Ну это точно бомж какой-то носил. А у бомжа могут быть белевые вши. А вот походу бомжа штаны. Фу, о боги, они в говнах. Ой-ой-ой, они в говне. Прикинь, в районе заднего прохода. Хочешь посмотреть? Я в холостаю. А? Я в холостаю. Ребят, я в шоке. Я такого вообще не видел. Вот тупо следы каловых масс. Вот каловые массы в районе заднего прохода. Вот. Это все каловые массы. Да. Приятного аппетита, Илюх. Какие-то USB-шечки, проводочки. Зарядка для старого Самсунга. USB-кабель. Это на барахолку возьмем. Это продастся за копейки. Тут что-то лежит. А, помпа водяная в коробке. Рабочая, интересно? Да. Скорее всего, рабочая. Это можно забрать. Может, кто-то ее купит. Нифига тут пакетов. Это все с листьями. О, контейнеры уже засунули вовнутрь. Это же, ребята, помойка, где Дима жил. Бомб, с которым я выпущу три серии. Уже одна вышла. Сейчас, походу, может, уже и вторая вышла. О, кружечки вот эти вот. А есть еще там? Ой, это что? Нормофрита. Какие-то эти медицинские штуки. Вот эти кружечки купят. Вот, ребят, три кружечки. А, даже четыре. Четыре кружечки вот эти за 100 рублей продадутся вообще спокойно. О, колонка Сони. Чувак, у меня была такая. Интересно, это оригинальная вроде бы. Только ушатанная в хлам. Обалдеть. У меня была такая колонка. Это топовая. Не, видно, что это оригинал. Короче, вот эта колонка. Духи берем. Там остатки тоже. Ну, это рублей за 150. Вот это все продадим. Ветер на улице поднялся сильный. Но это мне не помещает расхитить вот эту кормилицу. У тебя что, подуха? Подушечки. Рейвелин РЛ-450. Это оригатор называется. Уход за парадонтальными карманами. Эффективно очищать десны и карманы какие-то. Уход за деснами. Ну, короче, это оригатор. Вот тут даже насадочки есть. Вот он, вот такой он. Оно работает. О, он даже работает. Сюда вода заливается. Принцип работы тут простой. Кнопку нажимаешь. И с вот этой вот насадочки под большим давлением заливаться вода вам в рот. Вот эта штука лечит парадонтоз. Я не раз такое находил. Не знаю, на авито получится ли это продать. Наверное, на барахолку повезем. Но рублей за 200 продастся. Опа, что это? Полотенце. Такое только на тряпке. Опа, вынос с хаты. Вот здесь находятся вынос с хаты. О, ножик из Икеи. Нормально продать можно. Тут какие-то краски разлиты. Чернила от принтера, походу. О, нифига себе. MP3 плеер. А вот это уже за 100 рублей можно продать. О, работает, ребят. Ха-ха. Даже еще теплее трек называется заиграл. Надо наушники вставлять. В плеере 66 песен даже есть. Обалдеть. О, нифига себе. Бигбон. Запечатанный бигбон. Ребят. Пюре картошечное. Картопляное. Картофельное пюре. Бигбон. Запечатанное. Вот это мы берем. Это то же самое, что мы сегодня нашли. Арригатор тоже. Только от него комплект должен быть. Блин. Только тут это арригатор. Десна как-то полировать. Что-то такое. Но у него комплект должен быть. Насадки. И вот здесь колба должна быть. Если не найдешь, придется на отсечение провод забирать. Вообще продать его можно. Нифига себе. Что-то тут лежит. А, это полочка для обуви на балкон. Сумка какая-то женская. Ну и она очень дерьмовая. Ее никто не купит. Эту полочку тоже. Она вся грязная. О, прикинь. У тебя тоже? Такой же мешок. Обалдеть. Ребята, тут что-то тяжелое. Ариэл. ТВ-приставочка. Только кто-то провод дебил от нее. О, обалдеть. Прожектор какой. Обалдеть здоровый. Ребят, топовый. Да его продать рублей за 400 можно. Ребят, он топовый. Только его на зарядку от него надо найти. Колготки это за 20 рублей мы продаем. ТВ-приставка вот эта продастся за... Хотя там нет USB-шки почему-то. Но рублей за 50 ее может кто-то купит. О, нифига. Вот это что такое? Ребята. Янтарь тут походу есть. Вот это вроде янтарь. Янтарные бусы. Но если вот это янтарные бусы, то их купят за нормальные бабки. Но я оцениваю эту всю бижутерию рублей на 300. Я лечу на одной из топовых загородных кормилец. А лечу, чтобы поскорее понять, есть ли здесь что-то интересное. Потому что азарт. Ребят, азарт прям большой. А я здесь просмотрю. У меня тут... О-о-о, прикинь. Колбаски. Колбаски из мраморной говядины для жарки. Ребят, вот тут дома. Вот они чем питаются. Вот чем питаются эти мажоры. Да они даже сосиски едят из мраморной говядины. Срок годности до 1-го, 11-го. До сегодня? Так мы это сейчас поедим. Вот они, сосисочки вот эти из мраморной говядины. Пахнет приятно. Помоечка кормит. Ну что, ребятки, будем дегустировать? Можешь я к нам поснимаю? Как на мангале. Ну, это топ. Реально. Помоечка очень балует такими лакшери сосисочками. А тебе как? Вкусная вообще, сосиска. Хорошая. Кислинкой не отдает? Какие тут шикарные дома. А вот и загородная кормилица, где уже шикарный рейндж-ровер, выкидывай свежачок. Вот эти дядюня, где вот такие рублевские кормилицы. Ой-ой-ой-ой-ой. Пакет лакоста. Иди там, лутайся, Дима. Офигеть. Пакет лакоста. Вот по чём вещи тут покупали, ребят? Толстовка 20 тысяч рублей лакоста. А тут чисто Calvin Klein jeans. Жесть, короче. Лакоста вот. Капец. Я в шоке. Вот ещё пакет. О, тут мешки. Лакоста, мешки, Дима. Лакоста, мешки. Это продадим, может, по рублей 20 на рынке. Оригинальные мешки. О, ещё мешок. А это что? Бренд Карл Легерфелд. Карл Легерфелд. Не знаю таких брендов. Я вообще вот это не понимаю, блин. Столько денег тратить на шматьё. Капец. У них там заработки, конечно, наверное. Куры не клюют. Могли бы что-нибудь выкинуть из техники нормального. Там старый iPhone 13 Pro Max, допустим, да? Сейчас же 14 вышел. Могли бы старый выкинуть, 13. Источник светодиодных подсветок. О! Нифига себе. Это вывески какие-то. Это вывески. Это всё с магазина. Вывески какие-то. Неоновые, да? Это буква какая-то. Чей-то магазин закрыли. И вот с магазина всякие штуки. С буквами с подсветками. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно из букв. Офигеть, тачка приехала. А? Это вот буква. А, буквы вот так собирались, и оно подсвечивалось. Капец, мы тут противогаз. Замогаз. О, этот огнетушитель. А он заряженный? Он, прикинь, новый. Он новый. Он новый. Мы его соберём. Он новый. Он не использованный. Телевизор. Сони. Сони телек какой-то. Мульти-систем. Да это, может, коллекционный. Ребят, Сони телевизор старый. Это коллекционный. Программы. Тут две кнопки нет. Заберём его. Зомбо-ящичек, да. А вот его модель, ребят. Год-год, смотри. А, это двухтысячные. Ребят, модель КВ-148-7МТ. Стоит он на Авито вот столько, этот телек. Привезём, я думаю, должен работать. А вот эти все, всякие неоновые вывески, да. Вот это мы позабираем. И уже потом из этого какие-то буквы соберём. Что-то придумаем. Но это не продать. Продать это не получится. Вот эти штучки. А это для чего? Какие-то как пол... Это, вешать что-то, капец. Ещё мэрс подъехал белый. Я в шоке. Тут такие помойки, блин. Принципеса какая-то. Магазин какой-то был Принципеса. Но надо её дербанить. И внутри вот тут провод из неё торчит. Там диодовая подсветка внутри. Короче, сейчас будем разбирать и забирать, что там внутри. Ого! Сколько их тут вообще вдоль и поперёк. По всей длине. Это можно, понял? Это можно достать эту штуку и скрутить вот так. И забрать. Короче, ребят, разбить пришлось телевизор, потому что его кто-то до нас пытался чинить. Вот такой запас меди из него извлекли. Вот ещё медь. Вот ещё плата. Ну и плата тоже пойдёт. И вывеску вот эту большую я разбил. И вот эти все диодовые ленты мы снимем. Тут дофига метров. Я не знаю, метров 30, наверное, диодовой ленты. Мы это всё заберём. И подключим это. Это обычная, я так понимаю, белая лента. Но я всё поснимаю, мы запаяем. И нам она пригодится. Кормилица. Да ладно, пустая. О, блин, подумал, монитор. На секунду показалось. О, так это те мишки, чувак, ебать. Это у... Ребят, кто? Ребят, кто помнит тренд был на вот этих мишек? Потом узнали, что их покупают где-то за границей для похорон. И этот тренд умер. Короче, моя жена даже этих мишек продавала их. Вот. Сейчас не думаю, что кто-то их будет покупать. Хотя, знаешь, чем черт не шутит, как бы. Он вроде так и особо не грязный. Заберём, попробуем продать. Такие мишки были очень популярны. Ну, правда, года 3-4 назад. 3, наверное, года назад. Ребятки, вы посмотрите, какие тут шикарные дома. Это Краснодарская Рублёвка. Здесь мажоры живут. И мы сейчас подъезжаем к очень элитной кормилице. Как вы видите, по машинам какие тут мусор выносят. Вот такая тут кормилица топовая. Здесь миллиардеры живут. И мы сейчас посмотрим, что же здесь мы будем найти. Так тут мусор вывезли. Баки пустые, блин. Тут реально всё вывезли. Может, тут хотя бы хоть что-то же, хоть чуть-чуть оставили. Ну, тут одни грибы вон и всё. Грибочки вот, шампиньоны. Тут, наверное, у каждого богача своя прислуга имеется. А? Надежду шляпнуть. Нашёл тут кожанку из Дермантина. Говорю, тут у каждого вот этого богача, наверное, прислуга своя есть. И эти прислуги как раз-таки всё забирают топовое с помойки их домашней. А по-моему, выносят мусор сюда. Вот видите, джипы стоят. Джиппери-скриперсы вот здесь стоят. Поехали дальше. Вот, посмотрите, какие дома. Какие здесь люди бедные живут. Вот они, вот они здесь все обитают. Посмотрите на вот этот гараж. Да это не гараж, а просто творение искусства. Вот тут они все живут. И мы едем на следующую кормилицу. Следующая будет вот уже рядом. Посмотрим, что там мы найдём, ребятушечки. Вон она, кормилица. Сейчас проверю, вывезли тут или нет. Вот эту кормилицу. Может и не вывезли. Может тут свежий вынос с хаты мажорской закинули. Чем они питаются-то вообще? Вон, одни объедки и шкурки всякие. Прислуги готовят им, да. И всю еду нормальную. Он тут кто-то уже всё разодрал и намусорил. Падло. Нихера себе. Да ладно. Оригинальный блок питания. Быстрая зарядка для айфона. Да ладно, так я её починю. Тут одной вилки не хватает. Тут от Apple Watch ремешок. Хули, ты сюда пришёл, блядь. Иди нахуй. Ты пришёл, мой попыт забрать, блядь. Вот он, мой попыт. Я блок питания быстрый себе нашёл, поломанный. Но я его починю. Вот этот контактик. Припаяю сюда провод. И вилочку выведу отдельно. Капец. Вот мажоры заелись. Выкинули быструю зарядку оригинальную. Просто вот эта вилочка отломалась. И всё, они выкинули. А ты айрподсы нашёл? Это оригинальные. А, так их порвали специально, блин. Ни себе, ни людям, падлы. Вот тут чехол от айфона. Вот живут они, да. Вот они живут. Ладно, едем дальше. В надежде, что мы ещё что-то сегодня найдём. Вот этот блок питания ясен пень продать не получится. А себе оставлю. Лезет в кормилицу опять. Хочет всё себе забрать. Всё самое топовое. Что там, Дим? А? Ебать сколько чулочков. Так это прибыль топовая, ребятки. Чулки Дима нашёл. О, тут чё-то тяжёлое. Китайский айпод валил. Ой, да ладно. Чувак-то тут айпод. Стоп. Так, вались, чтобы он с симкой был. Я его разблокирую за 10 минут. Ты мне втираешь какую-то дичь. Так и скажи, что ты хочешь у меня айпод отобрать. Нет, это не айпод. Падла. Это реально айпод. Тут айпод лежит. Ты считай там колготки, по-моему скажешь сколько штук в итоге. Ребят, там тупо коробка лежала сверху. Престижио. Но мне такое чувство... А, нифига, блин. Думал там айпод настоящий. А тут реально вот этот Престижио, который на коробке. Мультипад 2 Ультра Дуо 8.0. Ребятки. Четырехъядерный процессор. 8 гигабуйт оперативной памяти. И все это мне бесплатно с помойки. А, так тут еще и экран вот треснут. Надеюсь сенсор работать будет. Какое тут гнездо для зарядки? Мини-USB. У меня такой шляпы старой с собой даже нет. А, вот тут можно даже мышку и клавиатуру к нему подключить. Вот через вот этот USB-коннектор. Так, забираем пока всю эту комплектацию от него. Ну, это топово. Планшетик-то такой пойдет. Нету тут больше ничего такого? О, нифига себе. Так это от S2021. От Samsung S21. Убери этот пакет. Тут... Детские оригинальные. Джорданы? Оригинальные? А что ты их откинул? Мне их надо посчитать. Это оригинальные реально Джорданы. Вот эти чехлы, может, даже купят неплохие от Sosung. Но вот эти Джорданы... Какой размер-то, блин, даже непонятно. Это реально оригинальные, ребят, Джорданы. Детские. Я думаю, рублей за 150-200 мы сможем их продать. Короче, 200 рублей в копилочку. За чехлы, ну, где-то 100 рублей в копилочку. Чехлы в хорошем состоянии от Sosung какого-то последнего. S21 или S22. Sosung вот этот. Планшет. Если он рабочий, конечно, не знаю. Но если не рабочий, то мы все равно хоть что-то заработаем. Так. О, вот еще чехол для Sosung. Это в комплект. Надо все их в комплект продать. S21 или S22 Sosung. Ребят, мы что, накормили? Хочу Диму опередить. Забрать все топовые находки себе. Но вообще в этом нет смысла, потому что мы все делим напополам. Но, знаете, вот это, когда имеется вот это соперничество, азарта больше во мне просыпается. Я тогда вообще диким становлюсь и неуправляемым. Так кормилицу драть-то как, если она опустела уже? А не, у меня тоже тут вынос хаты, Дима. Там духи. Пятихатка, чайник, утюг, фен. Что у тебя? О, варочная битая панель. Так там... Блин, ее можно забрать. Этих покупают, меняют вот эту поверхность. Это от бренда Горение. Стекло, короче, на варочных панелях меняют. Она денег. Она стоит денег. Но как ее ты повезешь? На самокате. Она не доедет, мне кажется, разобьется уж до конца. Ребят, короче, это плюс 500 рублей в копилку. Потому что варочные панели, даже битые, покупают на Авито. Ребят, жаль, вот это продать не получится. Слепки зубов. Нифига топовое зеркало. Это мне домой надо. Это я буду что-нибудь делать. Да иди, ты нехуй. Иди, ты нехуй. Мыльнорыльное я беру, да. Потому что его тоже на барахолке покупают. Люди купят вот это все. Тюбички вот эти. Ну, за копеечки. Даже не знаю, как это считать. О, ключи, смотри. Мыльнорыльное вот. Помадки всякие. О, красная. Это нам надо на стрим. Помады нам нужны. Ух ты, какой замок. Смотри, прикольный. Противугоночка сердечная. Это, да, какой-то там лэмп. А, это разогреватель. Разогреватель. Для еды. Каратель. Какой еды? А, это бокс, еду греть? Да, электричество. Нифига себе. Электроконтейнер. Он электрический, кстати. Вот сюда провод втыкается. Ну, это рублей за 100, да, продастся? Только крышечки нет. Ну, рублей за 50. Да тут все повывозили нахер. У меня что-то странное. Ха. Прикинь. Это светильник. Самодельный, походу. Самодельный светильник в виде цветка. Вот лампочка внутри. И что ему, какая цена, я не знаю. Ну, рублей, наверное, 100. 100 рублей он, думаю, стоил бы. Вон тут еще обувь. Что это, блядь? Заебал лезть. Обелдеть. Так они как новые. У меня ванцы новые лежат. Короче, с этикеткой. А риги вроде новые. А вот кеды какие-то от бренда Мустанг Ориджинал. Труди ним. 39 размер. Что такое? БСК. Ну, это рублей, наверное, 100. И кедики вот эти вот. Кстати, да подороже. Я думаю, какой-то бренд топовый. Они такие приятные. Вот ты их потрогай. Ребят, я думаю, эти кеды вот Мустанг бренд. Какая тут резина мягкая. Капец. Они как новые. Блин. Ну, короче, им цена рублей 300. Вот они как новые вообще, вот эти кеды. Здорово. Капец, у тебя тут склад. А когда ты это сдашь? Нифига себе. Тут денег капец. Да, с математикой у меня очень печально. Ребят, если 4 рубля стоит одна бутылка, сколько в этом паке денег? Вот в этом вот. Ребят, сейчас подъехали к помойке. Я, к сожалению, это не снимал. Короче, люди выкидывали мусор вот в этом мешке. И говорят, вам нужна микроволновка. Я такой, конечно. Говорят, на, забирайте. Только мусор выкиньте. Вот мы сейчас этот мешок разгребаем. Надо мусор выкинуть. И микроволновочку мы вот эту заберем. Зацените, какая вот такая вот микроволновка. Правда, зарыганная. И чаши нет вот этой вот. Но, возможно, она рабочая. Самсунг, кстати, фирменная. Микроволновку заберем. Сумку эту заберем под находки, да, Дим? А еще в этом выносе был вот такой вот советский новый счетчик с автоматами. Представляете? Вот на нем даже нет показаний. Капец. Я такое первый раз вижу. Он в коробке. Я так понимаю, он с документами там внутри. Только как его достать? Боится сырости, не бросать. А, кстати, боится сырости. А он, видно, весь сырой. По-любому ему жопа. Ну, продать рублей за 100 получится. Микроволновка, если рабочая, ее продать получится за полторы тысячи рублей. Она самсунговская. А еще на этой помойке мы нашли вот такую вот страшную находку. Это огромные ртутные градусники котловые. То есть в котлах температуру замерять. И, кстати, на градуснике 21... 24 градуса тепла он показывает. Ну, примерно сейчас на улице столько же. Вот только мы их боимся забирать. Вот они новые, вот в коробочках, в футлярах вот этих. Но мы их боимся забирать, потому что они могут разбиться. А тут очень много ртути. Поэтому такую находку мы здесь и оставим. Не будем брать. Ой-ой-ой-ой-ой, закупорочки. Вау. Закупорочки на помоечке. Старые помидоры. Хотя это больше на сливы похоже. Что там, Дим? Запасы чулков. Но это Дима продает лично. Я к этому отношения не имею. Вот он чулки вот эти собирает. Их у него покупают. По 20 рублей. О, люминесцентные лампы. Вынос с хаты. Колотушка вот эта для теста. Толкушка. О, Луи Виттон. Кошелечек. Ой-ой-ой, чувак. Моя жена хотела бусы и жемчуга. Вот и бусы ей. О, как колье какое. Смотри, на барахолку. Реально, Настя мне говорит, я очень хочу бусы. Жена моя. Говорит, кажется, мне уже бусы купишь. Вот я ей и нашел бусы. Вот они. Правда, это не жемчуг по-любому. И тут нет этой... Ну, закрывать, чтобы их... Ну, на жемчуг смахивает. Пойдет. Жену порадую с помоечки. Жемчугом. О, мои гадис. А вот она топовая кормилица. Очень хочется поживиться техникой. Всем таким дорогостоящим. Но не газоном, конечно же, ребятки. Не газоном. О, у меня вынос хаты. Опа. Какие-то заколочки вот в мешочке. Монталь. Прикинь, Монталь, Париж. Тут духи были очень дорогие. Ну, вот этот чехол и заколочки можно продать. Кстати, классный чехол. Я бы такой забрал бы даже себе батарейки какие-нибудь там складывать. Что тут еще? Вот тут что-то. Что? Что это такое? Селективе СААП. Состав. Гидроксид натрия. Масло кокоса. Масло кукурузы. Масло подсолнечное. Гастровое масло. Молочная кислота. Романтическая... Композиция. Короче, здесь какое-то мыло. Мыло запечатанное, Дим. Мыльно-рыльное запечатанное. Ух ты, что за конверт? Какое-то мыльно-рыльное в пакете. Подарочный сертификат. Сумма 10 тысяч рублей для Виктории. Крути, бегуди. Ну, наверное, его уже использовали. Лучше бы 10 тысяч в этот конвертик положили. Слышь? Не хочешь взять для сюрприз-бокса такой конвертик? Что-то туда написать можно будет. Он на магните. Дорогой. Блин. Валентино Горовани кто-то покупал. Представляете, ребят? А здесь что? Прикинь? Валентино Горовани. Дисконтная карта. Вот это, наверное, купят. Валентино Горовани. Ребят, капец, тут мажоры живут. Валентино Горовани. Духи Монталь были. Еще одна карта Валентино Горовани. Ой. Блин, как тут неудобно, ребят? Тут дорога узкая и помойки вот так с краю стоят. Машины ездят. Парковаться неудобно. Что там, Димон? Чайничек. Чайничек? Филипс. Нифига себе. Не дешевый такой чайничек. Естественно, с подставочкой. Бомба. Ну, такой рублей за 50 продадим. Он, кстати, походу вот здесь протекает. Ой. 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 Ну, видишь, я сказал, протекает. Давай на отсечение. Не фартануло, ребят. Хотя мы к успеху шли. Мы еще найдем свое. Кормилица. Надеюсь, техникой порадует. О, джинсики. Вот эти вот хорошие. Коллинз джинс сразу видно топовые. Хорошая мотня. Джинсы такие за 100 рублей отлетят со свистом. У тебя чуть протерто, а у меня идеальные. Даже на меня пойдут эти джинсы. Да, они вообще неплохие. Может, себе оставить? Хоть одна пара джинс у меня будет. Я и себе оставлю. Битый контейнер, Дим. Чайник. А подставка где? Кстати, электронные весы. Полярис. Может, даже работают. Они, типа, сделаны в виде дерева. Деревянные, типа. Как будто. Хоть какую-то электронику нашел. Эти весы можно продать. Рублей за 150 на барахолке. Такое на Авито мы уже не выставляем. Потому что слишком много заморочек. Проще это на барахолке продать. А у меня Омега-3. И весы. Я подумал, это разделочная доска поначалу. А что они так криво сделаны? Не знаю. Такие вот, походу, шляпные. До 24-го года. Прикинь, витамины. Омега-3. Оставь себе хавать. Омега-3 не хаваешь? Они дорогие. Не знаю. Это вот рыбий жир. Я их продам. Рыбий жир. Я себе заберу. Буду я есть. Такое я не буду продавать. Помойка дарит исцеление и витаминизирует. Омега-3. Какие блютуз? У них нет циферблат. В смысле? Вот у них циферблат. Вон он. Вот. Оп. Оп, 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 оп. О, одеяло, Дим. Вау. Вот это да. Прогулочная коляска. Это от нее части? А может не от нее? Нифига себе, ребят. Зубная щетка Xiaomi. А, кстати, я такую находил. Да, неплохая тема. А где зарядка от нее? Док-станция. О, восковые полоски топовые пригодятся. Вот эту щетку. О, стикеры. Услышь голос мой. Ну, приклеишь. Короче, ребят, топовая детская прогулочная мини-колясочка. Будем от нее искать еще запчасти. Зубная щетка. Пока не могу сказать, почем это можно продать. А вот еще тут что-то. А, это просто игрушки. Дим, только не мусори, пожалуйста. Это топовая кастрюля. Я у тебя куплю ее. Мне домой надо. Хотя нет, лучше себе домой забери. Кастрюля хорошая. Ее за 500 рублей купят на барахолке, ребят. И вот, смотри. Миллерхаус, ребят, бренд. О, тут даже вот надпись какая-то. А вот Миллерхаус, бренд сковородки. Ой, этой кастрюли. Из Германии она. Диссигенби, Германия. 500 рублей плюс в копилочку. Ее только отмыть надо. Это дорогая такая. О, коврик топовый. Надо тебе домой? О, одноразочка, ребят. Вот это по 20 рублей у нас покупают. 20 рублей в копилочку. Клавиатура от Apple, ребят. Без некоторых кнопок. Кнопки только надо где-то найти. Обалдеть. Ну ее... А, тут еще крышки нет под это. Крутилка такая. Она вот здесь была, наверное. Аккум от айфона. Ну такую клаву на запчасти, если только продать получится, рублей за 500. Аккумулятор такой никто не купит. Он по-любому дохлый. Опять приучение к когтеточке. У них что там сейчас, этот? Период когти точить у кошаков. Остатки Джек Дэниелса. Нормально. Ну это пояс для бодибилдера. Это ты будешь его одевать на помойках, чтобы спину не надо рвать. Короче, 800 рублей смело в копилку и 100 рублей со светильника в копилочку. Ребятки, все самые ценные находки мы выставили на Авито. Также я купил экран и заднюю крышку для вот этого вот хуяеми, топового телефона в начале видео, которое мы нашли, битый который. Так что, ребятки, ничего из этого пока не продалось. Но зато накопилось примерно 4 сумки топовых находок на барахолочку. А сейчас у нас пятница, 4 ноября. А барахолочка у нас будет, кстати, уже завтра. Поэтому там я уже подсниму продажи и в следующей серии с помоечками я их все покажу. А все то, что мы нашли, вот эта общая сумма накопилась у нас на сколько? На 17 тысяч рублей. Это супер круто за одну серию. Все это продастся, ребятки. Это вопрос только времени. И, кстати, пишите ваше мнение в комментариях. Как вы думаете, какую машину мы купим за 100 тысяч рублей? В ребятки. Помойка кормит в ребятушечки. Помойка, помойка кормит бебетки. Субтитры сделал DimaTorzok